Весна крутая, представляете, да? Последний свой сюжет из этой серии про автосалон Бест Авто мы снимаем в оконцовке февраля месяца. Тем не менее, посмотрите, в этом году весна наступит. В этом году весна наступит и возникает замечательный вопрос. На каком автомобиле вы будете ехать? Вы можете купить себе новый автомобиль, это ваше право. Можете купить себе автомобиль БУ. Лично я думаю, что проще ездить на автомобиле БУ. Потому что сумма небольшая, вы в реальности можете себе эту машину сделать суперовские. Но другой вариант. Где вы машину БУшную купите? Можно купить машину на Левобережном рынке. Да, может быть. Но проще машину купить здесь, потому что здесь за ней смотрят. Здесь вам предоставляют замечательный кредит. И отсюда вы выезжаете, и сюда вы не возвращаетесь. Этот сюжет будет продолжением банкета. Банкета по случаю того, что в городе есть нормальное место с нормальными ценами. И это место Бест Авто на магнитной 111. Вы какую машину решили посмотреть? Или просто решили посмотреть здесь машину? Маленькую машину? Маленькую, да. Вы для себя решили машину взять? Ну да. Так, а какая машина вас уже интересует? Недорогая? Качественная? Недорогая, конечно, и качественная. Но здесь они есть. А что вы хотите? Да так и должно быть. Цены не кусаются. И ассортимента много. Ничего не понимаю, но вот увидел и сказал. И этого не было раньше. Что за моей спиной? Я очень хочу сейчас джипов. Был у меня джип, но какой-то небольшой, не косячный был. То есть я не видел приближающихся автомобилей. Ну не видел. Ну были такие джипы. А теперь хочу нормальный джип. Потому что хочу ездить за грибами. Сколько стоит нормальный джип? Сколько стоит нормальный джип? Ну быстро мне говорите, сколько стоит нормальный джип. Свыше 10 тысяч долларов. А нет, не 10 тысяч долларов. А всего 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов замечательный Сатурн. Двигатель 2.2. И мощность-то небольшая. Хочу, хочу. Может быть, кто-то даст? Да, это клево. В каком городе настоящий джип стоит 5 тысяч долларов, а? Вы выбираете себе советские автономии, правильно? Почему выбираете себе советские машины? Ну не знаю. Потому что они экономичные. И как бы можно детали, запчасти достать хоть где на советский автопром. Наш российский вернее. То есть понятен результат, да? Машину можно брать и отечественные, и новые машины. Потому что мы берем, допустим, Влада Калина. Я смотрю, что это вообще как бы не наша машина. Потому что они реально продаются и за рубежом в том числе. Ну да, согласен. Даже вот смотришь там в интернете, смотришь то, что за границей. Там стоят даже 9-9. Там с американскими номерами. Но с российским автопромом. Понятен результат. То есть оказывается, и мы делали все, что нужно. Да, согласен полностью. А вы выбираете себе машину бушную. Потому что, я так понимаю, какой смысл платить через чужие? Денежки, да? Ну да, по финансам тоже, по карману смотрим. Сейчас такие времена, к тому же. Проще взять такую, да? Да, конечно. А вот так конкуренты и думать должны. Мы просто спрашиваем, а товарищи говорят, ну или господа. Решайте сами. Мне говорят, купи себе новый автомобиль. Да я бы себе купил бы новый автомобиль. Но цена вопроса. Новый на марк. Меньше 10 тысяч долларов подойти нереально просто. Что касаемо 10 тысяч долларов? Начинаем пересчитывать, да? Ну пока еще мы не можем. Хотя, если вы будете с нами работать, мы себе это сможем сделать. И вам понять-то надо. Чем чаще вы будете приходить к нашим товарищам, которые располагаются здесь, в салоне Best Auto, то чем чаще вы будете приходить к нашим другим товарищам, я вам всегда говорю, где это все находится, тем все будет гораздо круче. Потому что чем быстрее мы начнем денежки зарабатывать, тем быстрее будет то, что нужно всем мальчикам и девочкам, которые только что вышли из университета, либо закончили профильные образовательные структуры. Всем нужна будет недвижимость. Ну так вот, машина не в тех ценовых долларах, которые я вам рассказывал. Всего лишь 5 тысяч. И простите, извините, но когда человек не понимает, что такое результат, я могу и помочь. Дешевенький внедорожник, да? В принципе, есть одна такая машинка, да? И она не сильно дорого стоит. Поняли, да, что за машина? Сатурн вот стоит, 330 рублей стоит. Ага, так в этом внедорожнике он весь пластиковый. То есть в нем нету вещей, которые пострадают от соли. Знали такое? Нет, не знал. А вот вы придите и посмотрите, потому что цена вопроса и мощность. Двигатель 2,2 и это пластик. Возможно, вы его купите. Не знаю, надо посмотреть еще. Еще одна тема. Меня дивно заинтересовали машины за суперсумму. 5 тысяч долларов. Большой, маленький, все говорят, широкий. Да, широкий Ford Fusion. Предыдущие поколения. Те же цены. Практически 5 тысяч долларов. 320 тысяч рублей. Должны быть какие-то оптимальные цены. Здесь они оптимальные? Ну, цены нормальные, нормальные. Нет такого, да, что какие-то там нули там большие? Нет. Так цены нормальные. Ну, а как вы хотите? Цена невысока и хорошее разнообразие. Кстати, если кредит, то по банкам помотайтесь и возьмете себе. И это не ипотека. А где результат? В салоне Best Auto на магнитной 111. А еще такое правило. Где вы можете машину поставить? Если бы у меня была такая возможность, я бы свои машины поставил бы только здесь. Потому что, ну, вдруг внезапно придет человек, который машину и купит. Почему бы и нет? Потому что мне сейчас нужна большая машина. И как только я верну себе тот автомобиль, который у меня встрял, я один из автомобилей здесь и поставлю. Потому что, может быть, придет человек, который сильно-сильно захочет мои супер машинки. И в результате я себе куплю другой автомобиль, который я мечтаю. И, естественно, я готов буду поделиться с хозяином Best Auto. Сумма небольшая, 3%.